Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус! Самые пышные, воздушные и мягкие пончики приготовим в этот раз! Экспресс-рецепт без долгого вымешивания и формовки, будет вкусно, но обо всем по порядку, давайте скорее начнем! Муку здесь ровно 500 граммов, высыпаем сахар обычный 50 граммов и 15 граммов ванильного сахара, также добавляем 5 граммов соли и 6 граммов быстродействующих сухих дрожжей. Кстати, не все сухие дрожжи можно вот так просто добавлять сразу в муку, изучайте более тщательно упаковку своих дрожжей. Перемешиваем, пересыпая в удобную большую посуду, тем самым улучшая распределение сухих ингредиентов. Выливаем в сухие ингредиенты слегка растопленной сливочное масло в количестве 50 граммов, отдельно смешиваем 200 граммов холодного молока и кипяток в количестве 100 грамм. Получается теплая жидкость, которую выливаем к остальным ингредиентам. Лопаткой смешиваем, чтобы намочить муку и теперь уже собираем ручками. Замешиваем тесто, тесто вымесить нужно 3-4 минуты до более гладкой структуры. Вымешиваем прямо на столе, можно воспользоваться тестомесом, тогда и вовсе облегчите себе процесс. Тесто получилось мягонькое, не липкое, пахнет ванилином и приятное на ощупь. Оставляем его в миске на 60 минут в теплом месте. За час тесто увеличилось двое, по-прежнему не липкое и очень мягкое. Обминаем тесто, в середине делаем отверстие и растягиваем, сделаем жгут. Этот жгут поделим на части, на 12-14 частей, у меня вышло 13. Важно округлить и подкатать ладонью каждый кусочек, чтобы он был ровный. Еще накрываем на 10-15 минут для того, чтобы тесто легко было растягивать и все. Берем по кусочку, в середине прорываем тесто и по кругу, надавливая равномерно, растягиваем. Все просто! Получается пончик с отверстием в середине. Заготовки для пончиков распределяем на смазанный маслом поверхности, используя противень. Накрываем, оставляем для подъема на 15 минут. Разогреваем большое количество масла, пончики должны в нем плавать и поочередно опускаем их в разогретое масло. Сразу же обратной стороной вилки или ножа прокручиваем каждый пончик в масле, это делается для того, чтобы середина не затянулась. Жарим до румяного цвета на среднем нагреве. Пончик должен успеть прожариться, огонь не делайте слишком высокий. И посмотрите, какие они уже пышные! Кстати, это тесто совершенно не напитывается маслом, поэтому идеально для жарки. Отрегулировав сахар и убрав ванильный сахар, можно из него приготовить любые пирожки, но как же оно пахнет именно с ванильным сахаром! Пока они еще горячие, присыпаем сверху с сахарной пудрой. Пудра впитается и придаст дополнительную сладость, так как само тесто в меру сладкое. Давайте скорее пробовать, пончики у нас все готовы! Также такие пончики, но уже после остывания, можно обмакнуть в шоколад. Внутри у нас воздушное, пока еще очень горячее, пористое, мягкое тесто. После остывания оно будет таким же мягким и вкусным! Удачного приготовления, пока!